В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Учащихся в Винновском художественном техническом лице обучили технике плетения маскировочных сетей. Наши ученики, они понимают, для чего они это делают. В муниципалитете месяц чистоты и благоустройства. С прошлого года то, что осталось весла, мы ее убираем с мед, уборка мусора. В Дворце культуры Видное прошел юбилейный концерт Константина Головина. Что вижу, то пою о жизни, о том, что меня окружает, о том, что я чувствую. В кинотеатре «Искра» продолжает работу волонтерский пункт по плетению маскировочных сетей, созданию спецзащит обучили учащихся Винновского художественно-технического лицея. Слово Ингенчук. Кинотеатр «Искра» с момента начала специальной военной операции стал центром сбора гуманитарной помощи и пунктом по созданию маскировочных сетей. Учащиеся Винновского художественно-технического лицея перенимают технику плетения у рукодельниц Центра социального обслуживания «Домодедовский». Берем ленту вот так вот, да, завязываем, вот здесь на этом узелочке два раза завязываем, как я тебе говорила, да, вот здесь вот. Главное завязать два раза, чтобы она не развязалась вообще, чтобы она была очень тугая. С самого утра ученики трудились над созданием тактических носилок, маскировочных сетей и костюмов. Пока на одну сеть ребятам требуется около часа. О том, как проходит работа юных помощников, узнал глава Ленинского округа Станислав Катаров. Как команда работает? Я смотрю, прям оперативно. С песнями, да. Они помогают влезти индивидуальную маскировку. Да, костюм Лешего. Один из костюмов Лешего – работа рук четвероклассника Эдварда Шаркази. Он отмечает, что техника плетения более сложная, чем в маскировочных сетях. Однако именно трудоемкость работы привлекла ученика. Леший – это, в общем, такой костюм с капюшоном для солдат, чтобы их, в общем, не нашли. Это идет все к нашим солдатам. Спасло очень много жизней солдатов. И спасает до сих пор. Четвертый А-класс Винновского художественно-технического лицея не только освоил плетение сетей, но и собрал бойцам посылку с гуманитарной помощью. Это посылка от нашего класса – гуманитарная помощь для солдат. В нее входят шоколадки, письма, рисунки бойцам. Учащийся и трудовой коллективы ХТЛ регулярно оказывают поддержку бойцам и жителям Луганской и Донецкой республик. Мы держим напрямую связь ежедневно, по вечерам. Определенная группа детей приходят и помогают нашим волонтерам. Наши ученики, они понимают, для чего они это делают, кому нужна эта помощь. Конечно, первоначальная задача – это дух патриотизма. Ну, плюс и моторика, и умение работать логически, это и навыки, и техника плетения. Волонтерский пункт в кинотеатре «Искра» стал местом объединения общих усилий для поддержки военнослужащих в зоне СВО. Инга Инчук, Алексей Астафоров, Ольга Садовская, Видное ТВ. В муниципалитете месяц чистоты и благоустройства, стартовавший 1 апреля. Перед наступлением летнего сезона дорожные и коммунальные службы. Управляющие компании очистят от мусора дворы и другие общественные пространства, вымыт дороги, тротуары, приведут в порядок остановочные павильоны, скамейки и детские площадки. Снег в городах Подмосковья почти полностью растаял, а значит, пришло время заняться традиционной уборкой перед наступлением лета. В Ленинском округе над приведением в порядок общественных пространств работает свыше 140 сотрудников и более 100 единиц техники муниципальных предприятий, благоустройства и дорсервис. Одна из бригад трудится в районе домов 23 и 25 по проспекту Ленинского комсомола в Видном. С прошлого года то, что осталось местом, мы ее убираем с мед, уборка мусора, удаление надписей с малых детских площадок, граффити и все остальное, и уборка промывкой двойных территорий. Кипит работа и в центре города. На советском проезде около памятника основателям Видного трудится еще одна бригада муниципального предприятия благоустройства. Осенью прошлого года здесь были высажены новые деревца, и главный фронт работ – забота о них. Работа производится удаление грунта старого на замену нового хорошего, чтобы положить рулонный газон, подрезка, обвязка деревьев после зимы. Деревья обвязывают тростником бамбука, чтобы дерево не шаталось, ветром не выдернули, и сверху маленьким тростником, чтобы не поцарапались от вандализма. Месяц чистоты и благоустройства в Ленинском городском округе закончится общеобластным субботником. К участию в нем будут привлечены не только коммунальные службы муниципалитета, подведомственные и подрядные организации, но также сотрудники предприятий и организаций, работающих на территории округа, и неравнодушные жители. Максим Козлов, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, ИДНОЕ ТВ. Сегодня у нас в гостях Анна Волгина, лидер сообщества «Нежный бизнес», генеральный директор компании «Ивенткорп» и Ирина Жданова, генеральный директор интеллектуальной вселенной аутсорсинга. И мы поговорим о мероприятии, которое называется «Недетский форум». Здравствуйте. Очень интересное говорящее название «Недетский». Для кого предназначено это мероприятие? Мероприятие предназначено для подрастающего нашего поколения. Это аудитория 14-21 год. Те ребята, которые уже проявляют себя в предпринимательстве, в волонтерских движениях участвуют и делают что-то своими руками, реализуют свой товар. Когда пройдет мероприятие и вообще как родилась идея его проведения? Мероприятие пройдет 21 апреля в кинотеатре «Искра». Вообще, откуда возникло это желание? Глядя на наше подрастающее поколение, на своих же детей, на их окружение, видно, что у них просто неисчерпаемый потенциал. И хочется всячески им помочь, поддержать, потому что взрослые могут все, дети могут все остальное. Поэтому при поддержке администрации в рамках некоммерческой организации «Нежный бизнес», «Союз содействия женскому предпринимательству» мы решили реализовать данный проект в помощь нашим будущим. Какая программа? Программа очень насыщенная у нас планируется. Это вообще популяризация молодежного движения, предпринимательства, волонтерства и хедмейт. В фойе у нас будет происходить выставка изделий ручной работы, будут работать образовательные учреждения и проведены будут мастер-классы. Также у нас будет интересная интерактивная история с интервью, которое будут брать непосредственно дети. То есть вся идея проекта в том, чтобы показать нашему молодому поколению, что они все могут. Они могут принимать участие в таких крупных мероприятиях в качестве и организаторов, и участников. Такой интересный момент у нас в том, что спикерами также будут являться дети. Такого еще мы не видели. Это, наверное, такая изюминка нашего проекта. Сколько предполагается участников? Сколько уже заявлено? Заявлено уже более 150 человек. Мероприятие будет делиться на три секции. В каждой секции у нас выступит наставник, который расскажет о том, зачем становиться волонтерами, что это дает подрастающему поколению. В предпринимательстве дети смогут узнать о искусстве самопрезентации, о том, как получить финансовую грамотность, о том, что такое нейросети, потому что мы сейчас непосредственно каждый день сталкиваемся с этим. И наставник поможет им прийти к тому решению, как правильно встраивать в продвижение себя и в учебе, и если они уже являются молодыми предпринимателями, такие системы. Также у нас будет секция хедмейт, и ребята нам расскажут, как они что-то сделали своими руками, и, допустим, реализуют свой товар, или зачем им это нужно было, как они пришли из этого хобби и перерастают уже в бизнес. То есть, соответственно, они могут не просто поучаствовать, но и продать, реализовать какую-то свою продукцию, идею? — Обязательно. Нам всегда нужна эта обратная энергия. И как раз на мероприятии они узнают, как правильно это сделать. То есть наставники наши им расскажут всё и помогут. Поэтому всех детей, можно с родителями, мы с удовольствием ждём и приглашаем 21 числа в кинотеатр «Искра». В 12 часов у нас начало, в 13 часов у нас уже открытие официальной части, где будет присутствовать администрация Ленинского городского округа. Настарк же поддерживает видное телевидение, видное радио. Придут представители из банка. И много наставников вообще с Московской области приедет для того, чтобы действительно рассказать о важности этого проекта. — Ирина, всё-таки мероприятие без взрослых тоже не обходится. Вот какая роль взрослым отводится здесь? — Ну, взрослые это больше как в рамках поддержки. Потому что вся основная идея действительно была возложить максимальную ответственность, чтобы дети почувствовали, что такое организация, участие и, соответственно, развитие и продвижение своего личного бренда. Потому что дети, как правило, часто они очень стесняются, даже при всём при том, что ты видишь, что он очень талантливый человек в каких-то разных сферах. Поэтому родители больше как поддержка, наставники. — А вообще вот вы как представители бизнеса общества, насколько у нас молодёжь в нашей муниципалитете талантлива? Насколько у них есть жилка какая-то предпринимательская? — Ну, я считаю, что сейчас как раз молодёжь рулит движением и по бизнесу в том числе. И непосредственно на нашем мероприятии будут представлены участники в качестве спикеров, которые только-только вышли у нас и перешагнули ту черту из молодёжи уже чуть более во взрослый возраст. И они расскажут свои кейсы продвижения, как они стали предпринимателями и как у них получилось уже выйти на определённый уровень. Это достаточно интересно. И я думаю, что это как раз заряд для тех, кто будет присутствовать в зале. Ведь мероприятие у нас не просто лекционное, а взаимодействие и интерактив. То есть здесь будет полное погружение наших гостей в процесс. Их с ними будут взаимодействовать, их будут приглашать на сцену. Они будут непосредственно принимать участие во всех процессах. — Анна, есть ещё что-то, что добавить к информации? — Да, у нас в рамках мероприятия между секциями будут ещё выступать творческие коллективы нашего Ленинского городского округа и приглашённые коллективы из Московской области, из Москвы. То есть здесь как раз хочется показать ребятам, что насколько многогранен наш мир и их возможности, чтобы они зарядились вот этой атмосферой и поняли действительно, по какому пути им дальше идти. — Анна, Ирина, спасибо, что пришли. А я напомню, что у нас в студии были Анна Волгина, лидер сообщества «Нежный бизнес», генеральный директор компании «Ивенткорп» и Ирина Жданова, генеральный директор интеллектуальной вселенной аутсорсинга. Общие собрания собственников жилья теперь проходят онлайн. Инициатором может выступить любой собственник или управляющая компания. Уведомления об онлайн-собрании приходят в мобильном приложении или на портале дом.мосрек.ру. Голосования будут осуществляться также онлайн или на бумаге под контролем Государственной жилищной инспекции. Участники волонтёрского движения «Патриоты России» занимаются доставкой гуманитарных грузов бойцам СВО и жителям освобождённых территорий. Одна проблема – автомобиль, на котором передвигаются волонтёры, пришёл в негодность. Максим Козлов продолжит. Капот уже не открывается совсем, потому что он у меня открывался на ходу, и мы его как бы захлопнули. Теперь я не могу даже отсюда уехать без помощи автослесарей. Сейчас буду вызывать эвакуатор, наверное, чтобы посмотрели, потому что машины не заводят. Эта старенькая «Лада» не просто средство передвижения. Она – боевой друг команды неравнодушных людей. Наше волонтёрское движение «Патриоты России» «Город Орёл» помогает нашим парням в зоне специальной военной операции. Также мы по мере возможности помогаем семьям, которые живут на освобождённых территориях. Волонтёров, готовых помочь много, и грузы эта рабочая лошадка перевозит немало. Задние сидения убираются от слова «совсем», и машина едет в задний бампер практически по земле. То есть мы загружаем не столько, сколько она должна вывести, намного больше. Не добавил здоровья автомобилю тот факт, что эксплуатируется транспортное средство в зоне боевых действий. Немножко оно у меня пострадало в зоне СВО, это мы уже сделали. А так вот это всё было разбито, но капот остался чуть-чуть там пораненый, как говорится. И человеку далёкому от автомобильной сферы с первого взгляда становится понятно – машине пора на покой. Вот только заменить её нечем. Прошу помощи у людей, кто поможет приобрести автомобиль для развоза груза в зоне СВО. Потому что уезжая мы можем как на полтора-двое суток уехать, так можем и 4-5 дней провести в дороге. Денег на приобретение нового автомобиля у волонтёров нет, а на поддержание работоспособности этой машины уходят немалые средства. После каждой поездки не меньше 30 тысяч я в неё вкладываю. Не меньше 30. Несмотря на состояние автомобиля, сбор гуманитарного груза не останавливается, а Светлана готовится вновь отправиться в зону СВО. Будем работать дальше. Всё равно не сдадимся, выход из положения найдём, но очень боюсь, что не смогу ездить к парням. Вот для меня это самый большой, как говорится, удар. 9 мая в День Победы на нашем телеканале состоится благотворительный марафон, в рамках которого будет объявлен сбор средств на покупку нового автомобиля для Светланы Селиховой. Внести свою лепту в общее дело сможет каждый. Максим Козлов, Кирилл Ланов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Во дворце культуры «Видное» прошёл юбилейный концерт Константина Головина с участием оркестра русских народных инструментов имени Глейхмана. Песни для хороших людей. Артистам аплодировала Юлия Стафёрова. Константин Головин родился в 1968 году в городе Видное. Так как он вырос в музыкальной семье, любовь к искусству и поэзии у него в крови. На сегодняшний день количество его авторских песен доходит до 230. Их тематика очень разнообразная. Лирическая, военная, патриотическая, юмористическая, походная, детская. В своём творчестве неоднократно обращается к малой родине. Пишут стихи и песни о родных местах и о людях. Константин Вячеславович ведёт активную концертную деятельность со своей неизменной спутницей – гитарой. «Я рисую на бумаге, дом, в котором мы однажды будем счастливы с тобою». Что вижу, то пою о жизни, о том, что меня окружает, о том, что я чувствую, о том, с чем я согласен и не согласен. Уже много лет Константин Головин выступает в сопровождении оркестра русских народных инструментов имени Владимира Глейхмана. Художественный руководитель и дирижёр коллектива – Александр Лисовец. Солистка оркестра Александра Головина обладает певческим голосом неццесопрано. «Только мы в стране по полю идём». Концерт был насыщен яркими эмоциями и оставил незабываемые впечатления у всех присутствующих. Зрители аплодисментами благодарили артистов за такое замечательное исполнение песен. «Я считаю, что его творчество несёт очень большой позитив, очень большой свет в нашу жизнь, особенно для молодёжи. И молодёжь очень хорошо воспринимает его, и это здорово». Константин Головин совместно с оркестром будут и дальше радовать зрителей своим творчеством не только в Ленинском округе, но и в других регионах России. Юлия Астафёрова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Гибное ТВ. Турниры по мини-футболу зачастую бывают ещё более захватывающими для зрителей, чем поединки на большом футбольном поле. Благодаря компактности площадки игровые комбинации становятся ещё более стремительными, а сценарии матча – непредсказуемыми. На финале детского мини-футбольного турнира «Удар в девятку» побывал Дмитрий Книга. В финальном турнире традиционных соревнований по мини-футболу «Удар в девятку» принимала участие команда мальчиков 2012 года рождения «Видное развитие». Кроме них за звание победителя боролись команды из Москвы. Видновский клуб уже долгое время поддерживает муниципальный депутат и предприниматель Владислав Рымша. «Команда «Видное развитие» достаточно известная команда. Взрослые ребята были трёхкатными чемпионами Московской области, поэтому молодые ребята, которые сейчас играют, мы их всегда поддерживаем. Это наша молодёжь, наше будущее, поэтому, наверное, это правильно». В полуфинальной игре «Видное развитие» уступило. В матче за третье место ребята встретились с командой Братеева и не оставили им шансов, забив несколько безответных мячей. Лучшим игроком «Видновской» команды был признан капитан Кирилл Слесарев. «Мы собрали и все сказали, мы сможем, мы молодцы и выиграли». Тренер команды Роман Абраменко считает, что, несмотря на юный возраст, график у футболистов довольно плотный. Практически каждый месяц проходит соревнование, где «Видное развитие» занимает призовые места. «Здесь же, конечно, что-то не получилось в первой игре, но так иногда бывает, это детский спорт, что-то не пошло. Ну вот во второй игре более-менее всё успешно закончилось. Надеюсь, что на хорошей ноте мы и продолжим». В финале сразились команды «Троицк» и «Юниор Динамо-24». Оба клуба – одни из сильнейших на турнире. «Мы настраивались на этот турнир, мы участвуем не первый год в этом турнире. Мы были победителями и призёрами. Надо забирать обратно первое место. Будем стараться». Игра складывалась с преимуществом то одной, то другой команды. Финалисты обменивались голами, и к завершению времени матча счёт оказался равным. Победители выявили в серии пенальти, где сильнее оказалась команда «Юниор Динамо-24». По завершении турнира состоялась церемония награждения. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова